Для сотрудников Росгвардии 18 июня стало днём, который они не скоро забудут. На улице Страйкова развернулась целая история, по накалу страстей не уступающая телевизионным сериалам. А всё началось с необычного вызова диспетчера. Ходился на маршрутке патрулирования, получил указание от дежурного ВОЗ ДНПБП. Проект по указанному адресу, где якобы на крыше находится гражданин. Стоило наряду Росгвардии прибыть на место, как они увидели 35-летнего мужчину, который стоял на крыше дома номер 69. Судя по его словам, тот пытался покончить жизнь самоубийством. Сотрудники полиции решили действовать немедленно. Пока часть прибывшего наряда пыталась всеми силами отговорить мужчину от безрассудного поступка, двое других стали обходить дом. И в первом же подъезде, в который они постучались, их впустили внутрь. Но их ожидало новое испытание. Люк, ведущий на чердак, закрыт на навесной замок. Его получилось немного приоткрыть. А после удалось докричаться до мужчины на крыше. И хоть самоубийца хотел поговорить с прибывшими сотрудниками Росгвардии, все входы и выходы на крышу он забаррикадировал. После небольших уговоров люк мужчина все-таки открыл. Когда мы проследовали первый подъезд, поднялись на этаж. Услышали, как он отодвигает какие-то тяжелые вещи, которые он оставил на чердак. И сказал нам, входите. Мы вдвоем вошли туда на чердак. Он решил нам что-то показать, развернулся и пошел. В этот момент мы произвели задержание. Всего в ходе операции было задействовано два наряда Росгвардии. Именно благодаря их слаженной работе мужчину удалось спасти. В тот день его передали работникам скорой помощи. Как заявляет Ярослав Козлов, подобные случаи уже имели место быть. В моей практике это не первый случай. Поэтому, в принципе, мы уже знали, как действовать изначально. Правда, не всем удается помочь. Так что будьте внимательны к своим близким.